всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dolls и сегодня у нас с вами кукольное чайпитие поэтому наливайте в свои чашечки что-нибудь вкусненькое и начнем в прошлом видео мы говорили с вами про кукол пандора если вы не смотрели это видео то лучше начать с него а потом уже вернуться сюда мы с вами закончили тогда на 18 веке на моменте что модная индустрия получила в свое распоряжение глянцевые журналы и распространять модные новинки формате кукол пандора уже стало слишком дорого не актуально проще было использовать журнал и таким образом дорогая реклама с помощью кукол пандора ушла в прошлое но что же стало с самими этими куклами пандора в этих красивых нарядах все просто дамы передали своих кукол пандора детям отдали их в игровые если помните на тот момент куклы пандора были изготовлены из дерева папье-маше воска и дальше детских уже кукол продолжают делать из этих материалов но все меняется в 19 веке именно тогда мир освоил изготовление бисквитного фарфора особенность этого фарфора в том что он не покрыт глянцевым слоем поэтому из него можно было делать кукол которые выглядят более натурально да и роспись лица на бисквитном фарфоре получается лучше чем на глазрованном на ощупь такой фарфор немного шероховатый он достаточно крепкий и внешне похож на мрамор на мраморные скульптуры кукол из бисквитного фарфора начали практически одновременно выпускать в разных странах германии франции англии куклы могли быть так целиком из фарфора так и иметь только фарфоровую голову ручки ниже локтей ножки ниже колена а основное тельце было например деревянным или тряпочным кукольные голову конечно же расписывали как были большие глаза румянец на щеках волосы могли быть либо целиком фарфоровые вместе с головкой либо у куклы могли быть пырички ростом такие куклы были 40 65 сантиметров и куклы эти были конечно очень очень дорогие купить такую куклу могли только девочки из очень богатой семьи и с какими-то куклами действительно играли но с какими-то нет они просто стояли в шкафу но появление фарфоровых кукол все равно удешевило производство потому что она стала массово не таким конечно массовым как сейчас все равно это уже была штамповка некая они каждую куклу делали целиком вручную у девочки в богатой семье было примерно 10 20 подобных кукол понятно что размер и качество этих кукол могли различаться и конечно фарфор требует очень бережного отношения к себе неизбежно что-то разбивалось кукол могли разбиваться головки откалываться ручки и поэтому в специализированных магазинах можно было купить отдельную деталь для куклы то есть отдельно ручку например когда я сначала эту тему встретила очень забавную на самом деле историю у одной девочки это воспоминание одной девочки у нее была кукла ее брат разбил голову этой кукле и родители отдали ее в ремонт и голову кукле заменили но конечно же никто не подумал о том что это должна быть такая же голова вообще похожая голова и заменили вообще абсолютно на другую просто которая была принесли ребенку обратно эту куклу и у девочки был шок потому что она очень долго не могла принять вообще что это ее кукла что это что-то другое в общем было для ребенка потрясение конечно были и другие куклы более дешевые кустарного производства но мы сегодня будем говорить именно о бисквитных куклах потому что мы с вами говорим о фэшн куклах а фэшн функция оставалась именно за бисквитными куклами знание модных новинок не нужно было тем кто эти модные новинки не может себе позволить купить поэтому разбираться в моде детям из небогатых семей было не нужно соответственно и функция фэшн куклы из небогатых семей ушла она осталась только в богатых семьях там где у вас дорогие куклы с дорогими нарядами дело в том что куклы продолжали изображать взрослую женщину и ее тело имело формы взрослой дамы и соответственно наряды этих кукол продолжали показывать моду для взрослой женщины и кажется масштабы кукольного гардероба все росли потому что теперь одежда и аксессуар нужны были вообще на все случаи жизни для каждого светского мероприятия для каждого занятия и даже для занятий домашним хозяйством вообще для каждого случая в жизни у дамы был свой определенный наряд куклы дети тоже появились но ближе уже к концу 19 века и надо признать что их гардероб был не сильно беднее чем у взрослых кукол и были довольно странные варианты кукол младенцев до того как изобрели механизм закрывания глазок были варианты кукол у которых было несколько лиц и вы поворачивали голову тем лицом которое вам сейчас было нужно выглядит крипово кроме производства самих кукол открылись и разные мастерские по изготовлению одежды и аксессуаров для кукол и гардероб куклы хранился в разных комодах ящиках шкафах и сейчас я вам прочитаю описание такого гардероба для куклы который хранился в комоде верхний ящик одна круглая соломенная шляпа с белым пером и черными бархатными лентами один зеленый зонтик с ручкой из слоновой кости шесть пар перчаток четыре пары полу сапожек одна горностаевая муфта и воротник второй ящик 6 рубашек на день 6 ночных рубашек 6 пар панталон 6 юбок с фистонами и кружевами 6 пар чулок 6 платков 6 тычных чепчиков 6 воротничков 6 пар рукавчиков 2 корсета 2 фланелевые юбки 8 полотенец 8 простыней 6 наволочек 6 тряпочек губки гребешки щетка для волос щетка для чистки гребней третий ящик одно платье из шотландского кашнира одно платье из розового поплина одно голубое матерчатое платье одно белое кисейное платье одно пикейное платье одно утреннее платье из лиловой тофты один серый драповый казак одна черная бархатная тальма одна голубая бархатная мантилья и одна вышитая белая кисейная мантилья конечно нельзя было ребенку просто отдать игрушку с таким обширным гардеробом поэтому к кукле в комплекте шла настоящая амбардная книга в которой была полная опись ее имущества и по игре девочка должна была проверять по этой книге все ли в порядке все ли на месте в общем проводить инвентаризацию вот такая игра однако продавались куклы и без одежды и такую куклу девочка должна была обшить сама и так как кукла теперь предназначалась для воспитания то куклу снабдили не только одеждой но и всякой разной утварию которая нужна знатной даме в жизни так появились хорошо нам знакомые кукольные сервизы и разная кукольная мебель вообще воспитание детей 18-19 веке было довольно оригинальным появилась специальная литература так называемая кукольная литература всякого рода журналы книги где девочка должна была читать разные истории о куклах и таким образом сама себя воспитывать с помощью этих историй вообще давайте вспомним как в те времена воспитывали девочек в богатых знатных домах вообще их детство мало кого интересовало знание разных наук тоже не считалось нужным и все воспитание было направлено на то чтобы научить девочку правильно себя вести в обществе дома с прислугой с какими-то людьми на балу и так далее первую очередь это хозяйка дома жена мать поэтому кукла должна была показать несколько вещей научить девочку рукоделию научить ее вести себя в светском обществе показать как общаться с детьми как воспитывать детей и как одеваться в разных ситуациях хотя элемент воспитания детей он был такой поскольку поскольку потому что в богатых знатных семьях матери конечно с детьми практически не проводили время для этого было были всяческие няньки и куклу необходимо было переодевать несколько раз в день то есть если девочка идет с куклой на прогулку куклу необходимо одеть так как дама должна выйти на прогулку в том правильном наряде и в специальных журналах публиковали не только всякие поучительные истории но и выкройки одежды которые можно было сшить для этих самых кукол игры с такими куклами были самые разные это могла быть игра в такую что-то вроде школы да то есть обучающий процесс какой-то это могло быть светское чаепитие бал свадьба или например кукла заболела и за ней нужен специальный уход игры где девочки воспитывали свою куклу и так как куклы были очень дорогими и хрупкими за всей игрой обычно присматривала либо гувернантка либо старшая сестра и в такой компании конечно какой-то такой угодно игры быть не могло то есть все игры носили обучающий воспитательный характер например это мог быть урок правописание или этикет и игры с нарядами и аксессуарами в этом процессе были очень важны потому что выбрать правильный наряд под каждое событие это тоже часть истикета и девочка должна это хорошо знать на протяжении всего видео я постоянно говорю именно девочки а не дети потому что считалось что в кукол могут играть только девочки а мальчикам вообще нельзя этим заниматься потому что кукла изображала взрослую женщину и вид взрослых женского тела мог мальчика разворотить конечно как во все времена и тогда были и мальчики которые любили играть в кукол и девочки которые любили играть в солдатиков и лошадов но именно в 19 веке вот это разделение на девчачьи и мальчишеские игрушки было очень заметным и считалось очень важным и на самом деле этот стереотип дожил ведь до наших дней да сейчас к счастью многие родители понимают что дети играя в игрушки развиваются воображение учатся коммуницировать создают какой-то свой мир да и вообще познают этот мир и для этого можно использовать разные человеческую фигуру лошадку машинку все что угодно но согласитесь что до сих пор очень многие считают что мальчик который играет в куклы это что-то странное на самом деле даже к девочкам которые играют в машинке нет такого отношения и за это скажем спасибо воспитателям 19 века вообще 19 век принес нам много интересного в плане производства и поэтому производство кукол выходило из маленьких мастерских и становилось массовым и это делало кукол дешевле и доступнее больше всего повезло немецким детишкам потому что именно германии производство кукол стало действительно массовым а значит стоимость их была далеко не так велика как например в россии но и во франции производилось много фарфоровых кукол и они пользовались особой любовью потому что франция все еще была законодательницей моды одна из наиболее известных немецких фабрик называется кестне начинали они с кукол из папье-маше но в итоге перешли на изготовление из фарфора и делали они довольно редкую в то время вещь они делали кукол с шарнирами у этих кукол были фарфоровые головы, ручки, ножки а все остальное было из дерева а вот немецкое семейство мастеров в хорбах делало кукол с разными выражениями лица а еще они делали кукол мальчиков что было довольно редким явлением хотя и сегодня это не так часто происходит в кукольном мире французские куклы жимол тоже были известны во всем мире и изначально они производили только тела и одежду но к концу 19 века не уже смогли открыть собственное фарфоровое производство и они отличались невероятной роскошью нарядов к сожалению продержались они на рынке недолго потому что куклы такие были очень дороги и конкурировать с более дешевыми немецкими куклами не просто не смогли а вот куклы-детки выпускались французской компании Брю и немецкой Стейнер немецкие куколки пошли чуть дальше потому что они умели плакать и ходить в России фарфоров кукол тоже изготовляли но это было очень дорогим удовольствием так существовал императорский завод который выпускал кукол но занимался он этим только до революции то есть довольно недолго а куклы это были действительно шикарные с красивой одеждой из кружева, шелка, шерсти с настоящими кожаными ботиночками были еще куклы в фабрике Дунаев мануфактура Гудкова и Федосеева и разные другие и к сожалению куклы эти до наших дней почти не дошли и связано это конечно же с событиями семнадцатого года вообще ситуация с куклами в России очень интересно изменилась после революции идеология изменилась очень резко и она проникла во все сферы жизни и куклам в красивых нарядах тогда очень сильно досталось их обвинили в легкомыслии неправильном воспитании и вовсе запретили дело в том что детям из рабочего класса эти куклы не были понятны то есть она слишком хрупкая ее все эти наряды непонятные зачем все это на улицу ее не возьмешь с ребятами в нее не поиграешь какие шкафы для кукол вы о чем вообще и с точки зрения идеологии куклы были настолько ненавистны всему этому строю что кукольные заводы залежи кукольных заводов их склады из готовой продукции прямо таки уничтожались но запрет на кукол продлился недолго потому что вскоре всем стало понятно что вообще-то ребенок хочет играть в кукол а родители хотят подарить своему ребенку красивую куклу поэтому куклы вернулись но сильно изменились уже в двадцатом веке кукол можно было производить из пластмассы и резины что сделало их намного дешевле но конечно никаких старых дворянских нарядов у этих кукол быть не могло и сама кукла перестала уже быть дамой она превратилась в девочку считалось что детям нужна не взрослая модель для восхищения а девочка подружка сестренка заметьте в то время считалась именно подружка не ребенок и наряжали кукол в разные костюмчики которые соответствовали новой идеологии и костюмчики эти были конечно простенькие и дешевые очень интересный момент что после революции вообще СССР было довольно феминистичным местом даже не то что феминистичным а было равноправие полов вообще вся эта идея равноправия полов была очень сильна и по идеологии считалось что разделение на детские там игрушки на мальчиков и девочек больше этого разделения быть не должно но вот эта идея к сожалению оказалась слишком революционной для людей и внутри в семьях все таки оставалось вот это разделение что кукла это для девочек куклы которых сегодня выпускают в России на мой взгляд в общем то ничем не отличается от советских это все те же куклы дети дешевые в производстве довольно топорно сделанные и просто доступные практически всем и вопрос здесь только в том хочет ли ребенок выбрать именно такую куклу сейчас надо понимать что во времена СССР у производителей вообще чего угодно практически не было конкуренции ты можешь купить только вот эту куклу с белыми волосами с коричными с рыжими там коричневыми волосами с черными волосами все других вариантов не было конечно у детей разных богатых людей людей которые могли выезжать за границу были иностранные куклы те же фарфоровые в тех же дамских нарядах это если мы говорим уже попозже конечно они были но это такие единичные все-таки случаи сегодня же на рынке конкуренция есть и вообще-то конкуренция на рынке это хорошо и я надеюсь что производители кукол в России наконец-то это осознают и начнут уже двигаться вперед и перестанут жить каким-то советским прошлым и вот этими остатками производства и всеми этими идеологиями в других же странах куклы тоже начали выпускать из резины из пластика тоже появилось много кукол детей в США например в 20 веке от женщин вообще ждали что она будет матерью хозяйкой в доме не будет работать у нее будет много детей она будет их воспитывать особенно это усилилось после второй мировой войны когда мужчины вернулись с войны им нужны были эти рабочие места которые женщины заняли а женщин нужно было отправить домой и взрослые куклы не куклы дети появились в штатах только в 60-х годах благодаря Рут Хендлер когда она запустила производство кукол Барби считается что всегда до Барби дети играли только с куклами изображающими детей но это совсем не так да куклы дети конечно же были особенно кустарные куклы дети конечно же были но были в то же время и взрослые куклы если мы говорим именно о фарфоровом производстве то это были в основном то взрослые куклы хотя да фарфоровые дамы были конечно очень дорогими и доступны они были далеко не все и то что дочери Рут Хендлер нравилось играть бумажными куклами изображающими взрослых дам вообще не удивительно потому что они как раз таки изображали тех самых дорогих фарфоровых кукол и у таких кукол были десятки разных образов нарядов конечно это интереснее чем какой-нибудь пупсик в одной распашонке сегодня у нас есть куклы дети куклы взрослые есть доступные есть дорогие есть куклы которых можно дать ребенку поиграть есть куклы которых можно только поставить в шкаф и наверное это больше всего мне нравится в современном мире в мире кукол на сегодняшний день мы можем выбрать то что нравится нам другой человек может тоже увлекаться куклами но совсем другими и нет вот этого простивостояния какой именно должна быть кукла нет конечно же они есть о чем я говорю но серьезным лицом обсуждать этот вопрос вряд ли кто-то будет каждый может выбрать то что ему нравится моя самая большая любовь это куклы Integrity Toys но иногда мне хочется поиграть во что-то совсем другое например в Паула Рейна или в Rainbow High сегодня куклы из бисквитного фарфора все еще популярны их выпускают есть и антикварные куклы есть и производство каких-то реплик старых кукол я частенько рассматриваю фотографии вот этих фарфоровых кукол особенно мне нравятся куклы у которых есть приданное в ящиках в комодах сегодня выходит очень много кукол с разными игровыми наборами с посудой с мебелью куклы Барби в этом направлении очень преуспеют но ощущение какого-то сундука с сокровищами от них не возникает но лично у меня а у вас лично у меня была одна фарфоровая кукла она была в пышном розовом пальном платье у нее была прическа из светлых волос с такими локонами завитыми но я вообще не помню чтобы я ее трогала играла то есть она просто стояла у меня на полке играла я с разными барби подобными куклами с советскими куклами с пупсиками разными но чаще всего я выбирала именно барби и я могу точно сказать что я выбирала не потому что это взрослая а не ребенок на самом деле мне в детстве было вообще все равно кого изображает та или иная кукла если я хочу это будет взрослый если я хочу это будет ребенок точно так же можно было запеленать барби или точно так же можно было из пупсика сделать взрослого ребенка я помню что у меня был пупсик у нее были белого прям цвета волосы и в наших играх она играла бабушку и нравилась мне барби не потому что она взрослая а потому что к ней было очень много всего для нее выходили разные книжки по которым можно было шить одежду для нее с выкриками выходила разная мебель разные какие-то местные мастера что-то делали какую-то мебель я помню были такие стульчики и столики из консервных банок скрученные для нее была и всякая и посуда и кроватки и шкафчики и все-все-все на свете и даже если у вас не было возможности покупать какую-то специальную мебель для барби то было множество разных людей которые там делали и продавали что-то подобное все мы я думаю помним прекрасную фабрику огонек и мебель для барби которую они делали и например в девяностые выпускали массу разных журналов и книг по шитью с выкриками чего сейчас нет и для меня это довольно странно почему это было очень интересно и на самом деле я прекрасно умею шить на людей в том числе и научилась я этому благодаря вот этим книжкам журналам с выкриками так что одну воспитательную функцию из девятнадцатого века куклы мне все-таки привели благодаря куклам я научилась шить вышивать вязать и все остальное и раз такое дело хочу вам напомнить что вы можете приобрести мои журналы по шитью и вязанию для кукол барби интегрити то есть их уже вышло два номера в первом про вязание во втором про шитье и вязание подробнее о журналах вы можете узнать в моем телеграм-канале ссылка будет внизу вы знаете что делать и спасибо что вы посмотрели это видео я надеюсь вам было интересно напишите в комментариях все что вы думаете по этому поводу наверняка у вас возникали какие-то мысли по ходу этого рассказа может быть какие-то возмущения лично у меня было много возмущений на самом деле когда я собирала эту информацию мне очень не нравится разделение игрушек на девочек и мальчик мне кажется это неправильно мне не нравится вот эти вот попытки воспитать через кукол внушить что-то что вы хотите потому что зачастую взрослые люди мне кажется вообще не понимают во что конкретно играют дети и мне кажется это очень странно потому что я хорошо помню во что я играла я хорошо помню какие были сюжеты в этих играх какие были роли у кукол в этих играх и это было совсем не так как иногда можно прочитать или увидеть в каких-нибудь сейчас дискуссиях по этому поводу изначально эту игру на эту игру вы можете сделать